Здравствуйте, меня зовут Дарья. Наступает зима, холодно, и всем нам хочется остаться дома и почитать интересную книжку. Сейчас мы находимся в областной библиотеке. Здесь интересных книжек, их очень-очень много. И сегодня мы поговорим о трех из них, которые могут вам понравиться. Первая книжка называется «Город женщин». Автор Элизабет Гилберт, и вы ее, наверное, знаете, потому что самый ее известный бестселлер – это «Ешь, молись, люби». По нему еще фильм сняли. Но эта книжка – это что-то совершенно особенное. Сейчас мне пришлось ее взять у подруги, потому что в библиотеке она есть, но она постоянно переходит от читателя к читателю. То есть она очень спрашиваемая, ее очень много читают. Суть здесь в чем? Девушка приезжает в Нью-Йорк в 40-м году, то есть перед началом войны. У тетушки ее такой старый театр, и девушка начинает входить во взрослую жизнь. И это невероятно интересно. Книга густая, реально как солянка просто. И она такая человечная, что я вот просто, когда ее читала, я опоздала на работу просто, потому что меня выключила из жизни полностью. То есть пока я не прочла эту книжку, просто все, привет, я ушла в нее на глубину. Вот, поэтому я очень советую. Книга вторая, она из старых книг. Это книжка писателя Владимира Санина. Он известен своими книжками про людей героических профессий. Лавинщиков, пожарников, арктических исследователей. И вот в этой книжке есть повесть «Белое проклятие». Я ее очень рекомендую почитать. Она про лавинщиков. То есть тех людей, которые изучают лавины, следят за ними. То есть здесь столько юмора и столько вообще очень интересных, захватывающих ситуаций. То есть если кто-то видел фильм, фильм вообще ни в какое сравнение идет. Вот книжка лучше, намного лучше. Она прекрасна, я ее очень советую. И третья книжка нашей сегодняшней подборки – это книжка «Тайны анатомии» писательницы Кэрол Доннер. Она пригодна для семейного чтения. И я думаю, что ваши дети, ну, достаточно большие дети, наверное, в году с 80-ти, тоже с удовольствием ее посмотрят. Это путешествие двух ребят, Молли и Макса, их кота Бакстера в глубины человеческого тела. Она жутко интересная. И все, кто у меня проходил, книжки были отложены. Они просто так, а что это за книжка? Вот. Так вот, эта книжка замечательная. Я ее очень любила в детстве. И я вам советую ее открыть и почитать. Замечательные иллюстрации. У них просто своя очень сильная атмосфера. Анатомия никогда не будет для вас прежнего. И под конец нашей сегодняшней встречи один маленький совет. Все родители переживают. Дети сидят в телефонах, дети не читают книжек и так далее. Я могу вам сказать, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы дети видели вас лично читающим. Если вы сами вцепились в интересную книжку, отбивайтесь руками и ногами от тех, кто пытается у вас ее отобрать, и дети это видят, дети будут читать. Они вообще точно будут читать. Не переживайте на этот счет и ищите для себя интересные книжки. Встретимся на следующей неделе.